Все девицы, которые работают в Министерстве обороны, уже миллиардеры. Скоро это все-таки надоело, Владимир Владимирович. И он выбрал человека, который все своим нутром, как бы, как технический инструмент в руках президента. Там разговоры о том, что слишком много людей от Димщика и Собянина. А ротенберги кричат, где наши люди, давайте побольше наших людей, правительств. Но чему это ведет? Это ведет интригам, чудовищным, страшным интригам. Все равно рулить будет Путин, но вот отвечать за все будет пример. Теперь, как бы, очень четко, как бы, по качеству Турции. Россия готовится к выборам Госдуму, Госдуру. Да, говорят люди Госдуру. Но это такая, конечно, не очень, как бы, интересная картинка. И ничего особенного вы не видите, чтобы там какая-то компания шел бы там серьезно. Но есть какие-то там пиарщики придумывают, там всякие вещи, там показывают вам, там. Какой-то человек там говорит, потому что, как бы, а вы женаты, там, он говорит, да. Там, или там, ну, что-то такое, там. Какое-то имеет значение, что вы женаты. Какая, что это дает политике. Что вы хотите. А я женат. Вот ответ российского политика на все вопросы. Как бы, как бы, я женат. Никаких проблем. Но, хорошо. Компания не очень, конечно. Но, тем не менее, это политика. Люди, конечно, не очень понимают, что там происходит. А вы уже забыли, что в России идет транзит власти. Что это никакие, так сказать, многие там политологи думали, что это какой-то там туфта. Ничего подобного. В России идет транзит власти. И связано это, это, конечно, как бы, тем, что Владимир Владимирович Путин очень больной человек. И перспективы не лучше, конечно. Ну, вот, надо как-то что-то придумать, чтобы он мог править дальше, как бы, даже в обстановке, где он, как бы, уже многое не может. Вот придумали. Переделали конституцию. Теперь, вот, не президент там все будет ответить, а премьер-министр будет ответить перед парламентом. А Владимир Владимирович, как бы, порхает, там, как бы, над этим, за ничего не отвечает. Но все понимают, что ничего такого, как бы, нету. Все равно рулить будет Путин, но вот за отвечать за все будет пример. Теперь, как бы, очень четко, как бы, по конституции. Ну, Путин, даже больше, там, встречаясь с нынешним составом Госдумы, он так и говорил, что, а теперь во всем будете виноваты вы. Да, решение будет принимать Путин, а виноваты вы будете в их. Вот какая вот комбинация придумали России на эти выборы. Потому что эти выборы, вот, и выбирают эту Госдуру, которая все будет, это, как бы, вести в жизнь. Но, конечно же, люди ждут совсем другое. Какое изменение высшего руководства? Понятно, что если выбирают Госдуму и назначают это новое, как бы, правительство, которое будет отвечать перед Госдумой, что будут какие-то изменения, что кто-то потеряет пост, кто-то получает пост. Все, как бы, следят, скажем. Сейчас огромная тема, что установил рекорд Антон Эдуардович Вайна, руководитель администрации президента России. Известный государственный деятель, который руководил деятельностью аппаратом правительства Российской Федерации, который был министром Российской Федерации, опытный, конечно, и дипломат. Так долго руководит администрацией президента, что, как бы, уже многие недовольны. Че-то там этот Вайна, как бы, сидит и сидит. Не отобрать ли у него этот пост? Пост, как бы, лакомый такой кусок руководителя администрации президента. Но, видите, Владимир Владимирович, когда выбирал Антона Эдуардовича, как бы, из протокола, то идея была в том, что он технический работник, что он не будет мешаться в политику. А будет выполнять поручения Владимира Владимировича очень четко, без всякой, так сказать, собственной инициативы. Ну, конечно же, Антон Эдуардович крупный дипломат и, как бы, знаток протокола и все такое. Поэтому, конечно, он все это и умеет делать, конечно. Поэтому он не сидит пять лет. Другие-то не сумели сидеть пять лет, потому что думали, что... Ну, это бывает. То ты, как бы, начальник канцелярии, а ты почему-то, как бы, будешь чувствовать через пару лет, что ты президент. Конечно, вот такие люди, как Сергей Иванов или Сергей Собянин, ну, они фактически, как бы, выполняли роль исполняющей обязанности президента. Это было связано с тем, что Путин уже тогда был очень больным человеком, постоянно операции, постоянно какие-то проблемы. его постоянно не было. Но, понятно, что начальник администрации президента стал играть вот такую роль, как бы, как бы, исполняющей обязанности президентом, отсутствия президента. Но, видите, скоро это все-таки надоело. Владимир Владимирович, и он, вот, выбрал человека, который всей своим нутром, как бы, как технический инструмент в руках президента. Поэтому, вот, Антон Эдуардович сидит и сидит. Но вы должны понять, что все-таки пришло время, пришла выбор госдуру. Шойгу и Лавров выделены, как бы, как кандидаты номер один и два в Единой России. Конечно, все понимают, что это неспроста, что понятно, что хотят отправить этих людей подальше от, как бы, занимаемых их постов. Что наверняка освобождаются там пост министра обороны, а может быть, и министр иностранных дел. И, а это, как бы, деньги. Ну, уже там, как бы, слышите, сколько денег сейчас министерство обороны. Там, что он там все там делает, понимаешь? Какие там ракеты, там, войска, все, как бы, девицы, которые работают в министерстве обороны, уже миллиардеры. Так что все понимают, там, большие деньги. Сейчас надо бороться, может быть, во время формирования правительства. Удастся туда поставить своего человека, который будут деньги дать каким-то там этим олигархам. Побольше. Заказы, заказы. Ну, видите, западом-то все, 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 все закончилось. А деньги-то откуда брать? Ну, конечно, надо найти просто. А где найти? Вот, в министерстве обороны много денег. Ну, значит, будем, как бы, крутить, чтобы поставить туда человека, чтобы эти деньги получить. Ну, простые такие человеческие желания. Но, видите, конечно же, понятно, что люди, которые там потеряют эти посты, они, конечно, недоволены. Не хотят они уйти. Не хотят. Возраст уже там более 70 лет. Они сидят и сидят, как бы, не хотят уйти. Но чему это ведет? Это ведет интригам. Чудовищным, страшным интригам. Под ударом, прежде всего, вот человек с деньгами. Сергей Казугетович Шойк. Идет бесконечное вот дискредитирование по всем каналам. То он строит там новые города Сибири, и о народе так и говорит. Ну, боже мой, с опустения, как бы, там, города, которые уже есть в Сибири. Какие новые еще нужны вам города? Делайте что-то для этих городов, которые уже есть в Сибири. Или там он что-то еще такое вот несет. Что, да, как бы, все разлагается России. Все. А имейте в виду, это разлагается во время Путина. Разлагается, разлагается все. А кто виноват? Кто виноват? Пропагандистский центр из Сталина. Сталина сидит. Пропагандистский центр, который разлагает российское общество. Сообщает нам Сергей Казугетович Шойку. Ну, понятно, что это выглядит, как, ну, разговор безумного. Как бы, не очень серьезно. Но постоянно вот и вам показывают эти видео, где он там что-то такое несет и говорит. И понятно, что и авторитет, как бы, снижается каждым, как бы, секунды из этих, как бы, видеолент. Но понятно, что там были разговоры, что Шойку даже президентом делать, вместо Путина. Но, думаю, после этих вот выступлений, как бы, многие все-таки думают, что он не годится на пост президента. Как бы, его интеллектуальный уровень вызывает уже очень много вопросов. Все-таки он строитель. Вот, там, руководить трестом он, может быть, может. Но, как бы, государства наверняка все-таки нет. Несмотря на то, что огромный стаж министра. Но это вот одна интрига. Но, на самом деле, там интриг побольше. Крики о том, что правительство неправильно, как бы, комплектовано, идет там довольно долгое время уже. Там разговоры о том, что слишком много людей от Димщика и Собянина. А ротенберги кричат, где наши люди? Давайте побольше наших людей правительства. Так что, и это, как бы, является очень важным моментом ныне, когда выборы приближаются. Борьба обостряется в верхах в связи с этими, как бы, делами. Конечно, все ждут, какие будут результаты, конечно. Потому что понятно, что здесь, как бы, Путин будет решать эти все вопросы. Ну, вот такие разговоры. Что еще? А просто правительство на самом деле, как бы, сделал Костин. Он вел, как бы, переговоры, там, по созданию этого правительства, как бы, от имени Путина. Ну, вообще, как бы, какой-то банкир вел переговоры о создании правительства. Ну, что вы говорите там? Ну, вот так. А еще бросали, что Мишустин, видите, Мишустин. Мишустину нельзя отказать. Мишустина, видите, он будет преемником Владимира Владимировича. Ну, трудно, как бы, серьезно относиться к таким вещам. Ну, какой там Мишустин преемник? Не в том дело, что Мишустин будет преемником, а интрига, что, конечно же, вызвать, как бы, очередной приступ подозрительности и ревности Владимира Владимировича. Вот, видите, Мишустин уже, как бы, хочет на ваше место, Владимир Владимирович, уже хочет президентом стать. Конечно же, вот такие вот вещи, конечно, и поэтому, конечно, интриги, что касается создания уже нового правительства России. А, надо сказать, что, сами выборы Госдумы, как бы, раньше не дали, как бы, такого, чтобы надо создать новое правительство. Но, думаю, что с изменением Конституции все-таки нам надо ждать нового правительства. Именно проблема старения высшего руководства вот, одни из триггеров, как бы, того, чтобы все-таки начинать, в том числе, изменения в составе высшего руководства Российской Федерации. Но будем ждать. Выборы, конечно, не очень интересные. Но вот эти тайные интриги, кто какое место получает, конечно, это, конечно, интересно, и будем следить за этими событиями. Вы смотрите АРУ-ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова